Как вы видите украинское контрнаступление? Вот, опять-таки, понятно, мы не военные эксперты, вот логика вам подсказывает? Ну, логика мне подсказывает, что оно должно быть неожиданным, потому что это всегда работало. Ну, вот то, что мы видели в прошлом году, ну, в начале сентября, то, что мы видели, в общем, и с Херсоном отчасти тоже, потому что... Ну, с Херсоном было все-таки, Харьков не жил. Да, да, но вы знаете, вот то, что они все-таки снялись и ушли, все-таки сами, найдя верное решение, потому что действительно это был план по уничтожению логистических этих сообщений, подвоза техники, боеприпасов, всего остального, эти мосты были взорваны, они приняли вот тут разумное решение. В данном случае, я думаю, что Суровикин заходил на пост командующего с учетом, что, вы знаете, вот это оборонить правый берег вообще невозможно. И причем многие-то считают, что они просто взяли на ровном месте, ушли. Нет, там уже войска подходили, Высок, Чернобаевки, потом вдоль берега Днепра, вот это, помните, Дружковка она, по-моему, называется, подходили уже Дучаны, извиняюсь, Дучаны, Дучаны. То есть уже подходили, то есть этот фронт-то двигался, их все равно выдавливали, и они приняли разумное решение перейти на левый берег, ну, естественная преграда, там, географическая, там, река Днепр и находиться в более безопасном положении. А если будет точно такое же стремительное контрнаступление на каком-то сейчас, пусть, допустим, это будет в Запорожской области, и это будет через Токмак на Мелитополь, или на Мариуполь, или действительно десант какой-то, да, на Кимбургскую косу, или куда-то, мы не знаем, мы вот вообще не можем об этом судить. То такое, действительно, наступление очень сильно воодушевит, понимаете, оно даже само по себе будет играть роль, что, ну, вот смотрите, раз за разом повторяется одно и то же. Вы там деретесь за Бахмут месяцами, а они вот набегом таким забирают обратно диакупературу. И что толку тогда от вашего Бахмута, если вы теряете по 10-15 тысяч квадратных километров, как это было в части Харьковской области, и радоваться Солидару. Ну, тут подождите, Солидар это маленький кусочек, но здесь-то вы потеряли гораздо больше. Просто теряется логика и смысл от всех дальнейших действий, других действий со стороны вооруженных сил РФ. Вот о чем речь. Я много говорил с западными дипломатами и с западными экспертами о том, о чем не говорят вообще публично. Они, как правило, все едины. Они говорят, ну, все равно война заканчивается переговорами. Вот мы хотим, чтобы вы как можно больше отвоевали своей территории, ну, грубо говоря, до середины осени. А дальше надо что-то решать. Что вы об этом думаете? Вы знаете, общество украинское, ну, вот спросите меня, я не готов поступаться ни сантиметром украинской территории. Я хочу, чтобы их погнали собаки из Крыма, из Донбасса. Иначе, а что ж тогда, опять угроза, опять война, это будет длиться... Реплата уже высокая заплачена. Да, а Запад говорит, вот они рассуждают так. Что вы об этом думаете? Ну, во-первых, я думаю, что Запад хочет закончить войну в 2023 году. Вот это у них установка, они прямо ее публично озвучат. Это не то, что там в частных разговорах, они говорят, нет, в 2023 году давайте это закончим. Я уже много раз это комментировал, я говорил, логика здесь понятна. В Америке будут выборы в ноябре 2024 года. Там непростая ситуация с этим Трампом и там Десанецом. Непонятная ситуация. Как, чего будет? Победить на выборах демократы, и конкретно Байден, учитывая его возраст на девятой десятке, может только если придет как победитель. Не просто как человек, поддерживающий Украину, помогающий ей, взявший на себя тяжелый труд по объединению Запада коллективного этого всего, да, мобилизовать НАТО и все остальное. Но надо победить. И вот эта победа, она, конечно, должна ознаменоваться действительно деоккупацией территорий. Из тех 18%, которые есть, ну, там, в пределе это все, либо самая львиная доля, там, большая часть, с каким-то там остатком, который может быть какое-то найти решение. Вот. И только так он может победить. Это первый политический момент. Выборы есть и у других, как бы, политиков, и европейских, и других, которые оказывают поддержку Украине, и перед собственным общественным мнением они должны оправдаться этой победой в 2023 году. Во-вторых, все-таки сильно лихорадят рынки, особенно в Европе. И рынки, и беженцы, и масса всяких каких-то вот таких проблем, которые, ну, которые лучше бы избежать, да, лучше не усугублять. Поэтому, если это еще год продлится, то терпения у всех хватит. Но больше они не знают, как будет. Вот у них нету такого хорошего прогноза, как это будет себя вести, общественное мнение, экономика, связь с ней, социальные проблемы. Вот, например, конкретно, Франция. У них сейчас повышают пенсионный возраст. Тяжелейшие забастовки. Каждый божий день. Вся страна стоит. Значит, уже Сенат принял там вроде на какую-то комиссию, потом он вернется в национальное собрание. Непонятно, как что будет. Но, скорее всего, принял. Подняли пенсионный возраст. Ну, там свои, как бы, значит, шкала определенные и так далее. Но, то есть, это все на фоне еще и войны. Да, это второй срок для, так сказать, президента Макрона, например. Он уже не будет баллотироваться по окончании своей каденции. Но у него там есть планы на международный масштаб. Он такой амбициозный человек, достаточно молодой, ему еще 50 лет. Вот. Но, конечно, это напряжение, когда оно складывается вместе, ты еще и пенсионные реформы берешь. И еще надо помогать Украине. И еще атмосфера такая напряженная на фоне всего. Что лучше бы, конечно, хоть чего-нибудь да не было. Либо пенсионной реформы, либо войны. Вот. С чем-то справиться. И для Европы это мотив сильный. Мотив сильный. Другое дело, что, смотрите, но они перешли к какой-то черту, за которой они понимают, что если они отступятся назад, то будет еще хуже. То есть, им могут простить победу высокой ценой, но поражение не простят никогда никому. Ни одному. И это понимание есть. Ровно поэтому они с декабря начали говорить, нет-нет-нет, никаких вот это, не допустить поражения Украины, там, сохранить лицо. Помните, как раньше Макрон говорил про Путина в первой и третьей войны, там, после 24 февраля. Нет. Сейчас только однозначно победа Украины. Под которой, конечно, ничем другим не может подразумеваться, кроме как ее деоккупации территории. Ну, во всяком случае, львина ее доля, там, большая ее часть, там, и так далее. Поэтому я думаю, что им бы хотелось бы в этом 23-м году закончить войну, но им бы хотелось как можно меньше взять на себя ответственность за это окончание. Почему? Потому что окончание этой войны, возможно, как один из вариантов, тут я согласен с моим приятным Юрием Филистинским, возможно предполагать уже непосредственное вмешательство войск НАТО на каком-то участке, в каком-то месте, вовлечение в войну. Они бы это... Вы считаете, что войска НАТО могут войти в Украину? Ну, в общем, при каких-то обстоятельствах такое нельзя никогда исключать. Потому что если война примет какой-то оборот непредсказуемый, то им будет проще именно таким образом ее закончить. Вот насильно, что называется. Ух ты! Ну, в любом случае, понимаете, ну, как бы это могло бы, например, произойти, если бы Белоруссия влезла в войну. Вот, как мы говорили, с севера был бы заход белорусских войск, например, или там на Волынь, чтобы перерезать поставки вооружений. Больше пришли бы войска НАТО? Да, я думаю, охранять и конвои, и все остальное. Они бы могли Львовскую область занять. Я считаю, что точно они бы создали бы зонтик безопасности там. Такое возможность. Далее. Молдова. Вот если представить, что вдруг резко, действительно, Москва бросит, как говорится, кости и решит, значит, рискнуть и двинуться из террасли на Кишинев. Ну, что, Румыния будет просто безучастно наблюдать, или там калибры будут падать на Кишинев? Ну, кто-то. Не знаю. Не знаю. Ну, я бы думал, что все-таки это был ту матч, сильно ту матч, если позволить вот так. Ну, поэтому Москва и не зайдет в Молдову. Может быть. Может быть. Я с вами согласен, что может быть поэтому. Ну, то есть, варианты какие-то есть, понимаете. Вот Таянии недавно, итальянский министр, заявил о том, что, а, вот при каких-то обстоятельствах обсуждают возможность участия войск. Потом он отыграл. Он сказал, не-не-не, ну что, конечно, не обсуждают и так далее. Но проговоры какие-то уже звучали. То есть, значит, какие-то обстоятельства могут понуждать это решить. Какие? Может быть, это как-то связано с ролью Китая. Тоже не исключено. Как-то они с кем ведут перевод? С Москвой или с Пекином? Это станет ясно вот к концу марта, если действительно Си Цзиньпинь приедет в Москву и возьмет. На себя роль переговорщика от имени Москвы. Чего тоже нельзя исключать. Хотя я не очень понимаю, зачем это нужно США создать за стол переговоров. Вообще какую-то юго-восточную державу из Юго-Восточной Азии в качестве репрезентатора Москвы. Но такого тоже нельзя исключать. Нельзя, нельзя. Нельзя. И тут уже могут, давайте, вот тут войска НАТО войдут, там вы как-то что-то. И мы как бы в НАТО принимаем Украину. Какой-то вариант при немедленном вхождении в войск НАТО. Возможно. То есть вы думаете, что все идет к окончанию войны в 2023 году? Да, я это не раз прогонял. Я считаю, что Запад здесь играет решающую роль. Вот. И Украина, в общем, я думаю, руководство, президент Зеленский, военная команда, я это понимаю. И поэтому готовится очень серьезно к этой контрнаступательной операции и хочет как можно более эффективного результата добиться. Но и русские же тоже готовятся, правда? Они же понимают, что будет эта операция. А вот смотрите, они, конечно, понимают, конечно, готовятся. И вот эта попытка сейчас снова в Уголедар, как пишут, как говорят на институт войны и другие источники, пойти снова на Уголедар. Возможно, с этим связано. Как дальше отодвинуть фронт. Возможно, будущего наступления. Но, с другой стороны, они собирались какое-то затеять большое наступление. И где оно? Где эти сметные силы и средства? Там 1900 танков, говорили, их нет. Самолеты, 400 самолетов на границе. И где они, эти самолеты? То есть, получается, то, что уже Украина в качестве военной помощи получила, достаточно даже сдержать вот этот натиск. И они не решаются бросить последний резерв в эти сражения. То есть, основной, самый горячий участок – это Бахмут. А где еще? Ну, да, где-то немножко имена Авдеевка, Маренко. Но там не такая интенсивность, не такие запековые бои, как именно в Бахмуте. Ну, что же, они могут себе позволить только один участок, получается, такой вот напряженный. Что думает сейчас Путин? Вот, вы знаете, мы уже его много раз хоронили, мы уже много раз говорили Тонио на его двойники и так далее. Но понятно, что это он. Я вообще не верю в двойников Путина. Я тоже не верю, я тоже не верю. Я думаю, это он. Мало того, я не верю в болячки, которые у него находят. Я думаю, что у него все хорошо со здоровьем. Такие бабки. Там лучшие врачи мира наверняка дежурят посуточно. Наверняка, наверняка. Нет, но он может чем-то болеть. Как я уже много раз говорил, там говорят, пережил ли он рак. Может быть, пережил рак, может, не пережил рак. Ну, разные свидетельства. Но, понимаете как, он действительно может даже с болезнью существовать дальше. Потому что, конечно, на таких уровнях и при таких возможностях, ну, организм можно держать, если это совсем уже, ну, вот, фатально. Так он и выглядит, смотрите, неплохо. Посмотрите на него. Ну, он то один день хорошо, то не очень. Ну, как-то можно... Да нет, нормально. Он улыбается, выступает. Мы же смотрим. Нормально себя чувствует. Я думаю, что он надеется проскочить. Я думаю, что он понимает, что, ага, эти тут не дожмут, и те там не дожмут. А вот Китай, а вот Иран, а вот Северная Корея, а вот мы, а вот тут Турция, а вот там Объединенные Арабские Эмираты. Это же большая геополитическая игра. Как вам кажется, он боится собственный народ. Вот он боится той роковой черты, когда к нему придут с вопросом. Или он даже не заморачивается? Нет, я думаю, что он рефлексирует однозначно. Все-таки, да, многие говорят, что они не понимают, они летят. Ну, а тогда давайте тогда рассудим, а для чего многие из тех действий, которые они предпринимают, они ужесточают террор. Значит, есть опасения на предмет того, что народ где-то, в общем, поведет себя непредсказуемо. Ну, и исторические такие примеры были. Плюс он, например, ну, вот эта брянская операция с русским добровольским корпусом, она, конечно, была больше промо-акция, как они сами называют. Она стремная какая-то вообще. Стремная, ну, а всегда такое немножко стремное, понимаете? Но сам факт, что это все равно какой-то сигнал. Даже если, вот как многие считают, даже если допустить, что это какая-то спецоперация или что-то еще. Но, вы знаете, народец стилизуется, он начинает поджигать. Победа-то близка, вот уже можно даже, оказывается, и войскам каким-то зайти, стоящих из русских граждан. Так давайте сжечь все. И ведь жгут ведь. Но ведь реально жгут. Уже пошли первые дела судебные. И мы видим, обвиняемых по поджогам военкоматов. Ну, обычные люди. Ну, так, в принципе, это же не какие-то там киборги или кто-то. Это какие-то обычные люди. Чем они мотивированы? Что они хотели? Тоже даже сказать-то невозможно, если честно. Получают сроки гигантские. Сроки конские сроки, там, знаете, 8, 10, 15 лет. Ну, они же зачем-то это делают, понимаете? Идут на этот риск. И я думаю, что вот это его точно в ступор может вводить Путин. Ну, собственно, что ему как бы? Зачем они это делают? Плюс, смотрите, он же все-таки пересек 21 сентября прошедшего года очень важную черту. Когда мы говорим о том, что действительно существовал конкордат некий. Вот у вас никаких прав политических. Вы не голосуете. Вы власть не выбираете. Но мы к вам вот прямо вот туда в вашу жизнь не лезем. Там, выезжаете вы за границу, возвращаетесь. Ориентацию какую вы имеете. Где вы работаете? Вообще наплевать. Мы вам не помогаем. И точно мы не забираем вашу жизнь. То есть, ты можешь быть уверен, что твоя жизнь останется с тобой. То есть, тебя никуда там на стройке коммунизма. Там, в сталинские лагеря, в каких-то диких миллионных масштабах не повезут. Там, ни прогресс не поедешь, строят ни беломорканал. Ну, как бы, в общем, живи частной жизнью и все. Авторитарные системы, они такие. Авторитарные не такие. Они вмешиваются. О чем ты думаешь? Что ты там, как пишешь? Дай-ка я посмотрю через плечо и так далее. То есть, частная жизнь интересует тоталитарную систему. Она сейчас дрейфует именно к этому. И вот они объявляют мобилизацию. Извините меня. И вот эти случаи все. Когда какой-то там программист взял и через неделю уже погиб. Какой-то там Вася Пряник. Какие-то странные люди. Которых забирают. Вообще выдергивают. Бог знает откуда. Кого-то готовят. Кого-то не готовят. Говорят. Ой, мы на полигоне два раза стреляем. Ну, если это считается подготовкой. Окей. В течение месяца. Или сколько их там держат. И вот это явно какая-то новая была ведь вещь. Потому что. И для него прежде всего. Потому что он мучился. Он откладывал это. Он же в мае. Как бы они армейское руководство. На 9 мая говорят. Давайте объявим мобилизацию. Война священная. И так далее. Но они этого не делали. Значит. Они переносили. Ну, пытаясь избежать это. И когда уже стало ясно. К лету. Когда появились Хаймерсы. Когда началось это наступление. Харьковская операция началась. В начале сентября. Ну, уже деваться было некогда. Они 21 сентября объявили о мобилизации. Прошло. И прошло. Прошло. Но. На ура причем. На ура причем прошло. Ну, судя по тому, как реагирует населенец. Постоянно конючий записывает обращение к нему. Оно как бы и на ура. Но ведь все-таки у этого есть тоже динамика. Количество. А что населенец? Населенецу бабки дали. Белую ладу купили. Все довольны. Пока так. Пока так. Но может ли он считать, что это может измениться? Я не исключаю, что он может эти вещи прогнозировать, что они могут ухудшиться. Может прогнозировать. Субтитры делал DimaTorzok